А сегодня у нас день, когда мы поговорим о будущем, поотвечать на вопросы, которые вас интересуют. Начну я с того, что еще раз акцентирую внимание на том, что по сути сегодня все проблемы человечества связаны с тем, что у людей нашего общества нет цели. Есть рыночная экономика со своей идеологией, идеологией извлечения прибыли, есть финансовая система. Но если вы спросите людей, которые окружают вас, для чего ты живешь, какой смысл в жизни, он вряд ли ответит на этот вопрос. Лучших предпринимателей России, да, талантливые люди, да, яркие, да, люди, которые много добились жизни. Но мне хочется задать вопрос, ну вот ты заработал деньги, а дальше что? Дальше что с этими деньгами? Я думаю, на этот вопрос даже они не могут ответить, почему огромное количество богатых людей, они по сути несчастливые. Вот они добились вот то, зачем бежать, вот с этой иллюзорной вот этой вот мечтой. А дальше что? Рыночная экономика, она не может определять цель, она изначально направлена на максимальное извлечение прибыли. Я хочу на этом акцентировать внимание. Она может только, вот в этой вот погоне за прибылью, развивать пороки человека. А экономика, все, что мы делаем, она должна быть нацелена на развитие человека и общества. Вот должна быть сначала цель, а потом под эту цель уже должны выстраиваться все инструменты. И мировая экономика, и мировая финансовая система. Но пока этой цели нет, мы всегда будем идти в тупике. Сегодня мы это видим, что вот эта рыночная экономика, экономика потребления, она приводит к планету к экологической катастрофе и к деградации общества. Видя все эти процессы, мы предлагаем нашим движением изменить сначала мировую финансовую систему, потому что сегодня те люди, которые управляют нашей планетой как своим дачным участком, они получили эту власть благодаря тому, что сначала подчинили себе мировую финансовую систему. Навязали нам ценности в виде денег, а эти деньги взяли под контроль. Через эти деньги, которые мы с вами зарабатываем, трудимся с утра до поздней ночи, они просто-напросто печатают, вбрасывают их в экономику. Они скупили СМИ, они скупили все природные ресурсы, корпорации, финансируют те или иные политические силы. Они не имеют национальности, они управляют планетой в целом в ходу собственных интересов. И простой человек сегодня, он как и тысячи лет назад живет в рабовладельческом обществе, только вузы эти экономические, вузы эти финансовые. Куда сегодня может пойти простой человек, а без денег? Никуда. Он вынужден трудиться, зарабатывать эти фантики для того, чтобы оплатить за квартиру. Он вынужден трудиться. Получается, что на этот рынок, на общий, кто-то приходит и спек булочки, кто-то ботинки сшил, а кто-то взял просто, нарисовал фантики и скупает все, что нами создается. Это несправедливо. Если вы сейчас посмотрите, то существующая мировая финансовая система – это финансовая пирамида, на вершине которой находятся финансовые элиты. Они печатают деньги через Федеральную резервную систему США и дальше уже через Международный валютный фонд, через банковскую систему, он спускает их вниз, на нижний уровень, сюда, где мы находимся, простые люди. Мы трудимся, зарабатывая эти фантики, нарисованные ними. Либо просим их в долг с протянутой рукой, берем в кредит. Какую идеологию мы заложили в призм? Мы вот эту Федеральную резервную систему, вот эту печатную стану, опустили вот сюда, на маленькие Федеральные резервные системы у каждого человека, в его мобильном телефоне. Каждый человек производит небольшую эмиссию новых денежных знаков нашего сообщества. И когда человек становится эмиссионным центром денег, тогда он начинает выбирать, куда эти деньги потратить. Вся экономика поворачивается к нему лицом и начинает работать на простого человека. Уже не вы идете к банкерам с протянутой рукой, а они уже, вся экономика, вся инфраструктура, все обращается в сторону человека. Вот чем наша криптовалюта справедлива и справедливей тех финансовых инструментов, которые существуют. И то, что сегодня пытаются поставить перед выбором все общество, либо существующая финанс-система, либо криптовалюта, легализовывать криптовалюту, либо не легализовывать, это по сути опять же вводит людей в заблуждение. Потому что криптовалюты между собой кардинально отличаются. Исходный код криптовалюты это правило. Как правило, у игры в футбол, в хоккей. Изюминка и преимущество в том, что эти правила невозможно поменять, если более 51% участников не скажут, да, мы эти правила меняем. А вот правила игры пишутся человеком. Правила игры в призм, они выставлены таким образом, чтобы каждый человек имел равные возможности в нашем сообществе. Да, успех может быть у всех разный. Кто-то более активно развивает призм, кто-то менее активно, у кого-то более быстрее работает промайн, у кого-то медленнее работает. Но тем не менее, абсолютно равные возможности для всех. Любой человек может установить свою ноду на своем компьютере. Любой человек может заниматься вхожингом, любой человек может стать частичкой акционером, хозяином вот этого нашего сообщества и нашего проекта. Здесь нет элит. И хоть мы и с Юрой являемся основателями, если завтра нас не будет, система все равно будет работать на тех нодах, которые подняты уже в большом количестве стран. Все. Никто из участников не привязан ни ко мне, ни к Юре. Не нужно спрашивать разрешения, каким образом развивать. Используйте все методы. Ведь сегодня в нашем сообществе мы объединяем не только финансы, но и интеллектуальный, творческий потенциал. Чем больше в нашем комьюнити будет участников, тем больше будет идей, тем больше будет инструментов. В любом случае, самые дивные, самые честные, самые порядочные, самые открытые, которые больше всего будут, и самые эффективные инструменты продвижения. Какие они будут? Ну, можно только догадаться. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы наш призм, он был сегодня самым эффективным, самым технически превосходящим инструментом в области финансов. Сегодня криптовалюта призм – это действительно криптовалюта нового поколения. Это передовая криптовалюта, равная к которым нет. Заявлять могут все, что угодно другие криптовалюты, но это вообще по большей части корки биткоина, либо токены на эфира, мало чем отличающиеся от топовых криптовалют биткоин и эфир. Это лишь копии, бледные подобия. Уникальных блокчейнов их мало. Сегодня мы лучшие. И сам призм, наш блокчейн – это живой организм, который развивается. Вот нам год, но мы уже показываем зубы. Когда все криптовалюты упали, призм удержался и показал свой потенциал. Завтра он начнет ходить. Я считаю, что ходить он начнет, пойдет, а он пойдет в этом году, потому что уже у нас определенные истории, потому что там говорят, да это хайп, да это как говорится. Хайпы столько не живут. Уже пока мы запускались, уже многие даже не хайпы соскаливались. Поэтому в 2018 году мы начнем ходить. Дальше мы научимся летать, а еще через несколько лет мы начнем думать. Я не знаю, приоткроет Юрий Майоров сегодня немножко занавес, каким образом начнет думать наш призм через 2-3 года. Но поверьте, аналогов не будет. Для того, чтобы построить будущее, нужны инструменты из этого будущего. Мы никого не копируем, мы никому не подражаем. Мы создаем абсолютно новые инструменты, аналогов которых нет в мире. Если представите наш земной шар в виде шахматной доски, взять любую область экономики, финансов, политики. Есть там фигуры, условно, пешки, ферзь, ладья. Если взять, допустим, политику, это вот эти вот фигуры. Гроссмейстеров, которые играют этими фигурами, их буквально там 1-2, можно сказать, белые, черные, красные, зеленые. Все остальные страны это либо фигуры на этой шахматной доске, либо зрители, которые наблюдают над процессом игры. Если взять экономику, взять бизнес, это вот корпорации, есть покрупнее, есть поменьше, есть финансовые элиты, которые играют между собой. Мы не хотим играть в эти шахматы по чужим правилам. Мы создаем свои правила. Мы держимся над этой доской и предлагаем, давайте играть не в шахмат, играть давайте в шашки, условно. Мы придумываем свою игру справедливыми с правилами. И цель наша основная, это развитие человека и общества. Мы думаем даже не о своей жизни, а о жизни наших детей, о дальнейшем поколении, о поколении, которое будет жить через 100 лет. Что мы им оставим? Какую планету, какую цивилизапцию, какую инфраструктуру? Вот туда нужно ориентироваться. Это вкратце сегодня. Хотелось бы пообщаться с вами, ответить на вопросы, какие есть вопросы по развитию. Вчера задавали вопрос по биржам, криптобиржам. Обещали в четверг-пятницу подключение четырех децентрализованных криптобирж. Мы поживем, увидим, если там в четверг-пятницу бирж, но в любом случае в ближайшее время они подключат децентрализованные биржи, где максимально исключен человеческий фактор, но у нас же до листинга нет. Но нужно понимать, что вообще все эти биржи мы подключили только для того, чтобы мы появились на CoinMarketCap в листинге вот этих мониторов. Потому что пока тебе там нет, как будто тебя вообще в этой криптовалюте нет. Только для этого мы подключили эти биржи, добавили в сумме. Основные продажи идут через обменные пункты призм. И мы считаем, что это правильная концепция. Концепция – собственный банк, когда каждый лидер может создать собственные обменные пункты и по фиксированному курсу продавать призм. Только при таком продвижении призм можно использовать будет как полноценный платежный инструмент. Чтобы не было вот этой огромной волатильности, чтобы просто не кормить вот этих вот спекулянтов, биржевых игроков, которые вот на искусственных падениях и вот этой вот волатильности курсов криптовалют сегодня играют, а страдают в принципе обычные простые участники. Чтобы этого не было, мы создаем вот свою систему собственных банков, частных банков, которые основаны на призм. Дальше будут подключение инфраструктуры, магазины, торговые площадки, покупка товаров и услуг. Вот основная сегодня цель продвижения призм, создание инфраструктуры поднимого. Какие еще есть вопросы? Вопрос первый. Планируется ли участие монеты призм на криптовалюты в Беларуси? Да или нет? И почему если нет? Используя криптовалюты призм в Беларуси? Да, на криптобирже будет наша монета торговаться, покупаться? Вы должны сегодня понимать, что сегодня любой из вас может вести переговоры абсолютно со всеми биржами по подключению API для подключения, все, что необходимо для подключения призм к бирже, все выложено в гидхабе в публичном доступе. То есть есть ряд бирж, с которыми мы ведем переговоры о подключении призм. Но тем не менее, мы сегодня, как и простые участники, имеем те же самые возможности, что вы также можете вести переговоры со всеми биржами, со всеми обменниками, со всеми магазинами о подключении призм. В том числе и по Беларуси мы ведем переговоры, у нас есть план на Беларуси. На какие биржи? Биржи из этих четырех. Open Leader, Bitshares, Dix и еще какая-то биржа, те, которые в ближайшее время будут подключены. 27 февраля в Минске состоится конференция «Блокчейн Биткоин». Будет там ли представители? Я, наверное, вряд ли буду, потому что я буду выступать 27-го на конференции в Москве, потому что дал раньше, после подтверждения. А представители наши будут в Минске на этой конференции. Все мы сейчас знаем, что ЭПС прекратили карточки виза. Люди, которые будут, например, выводить призм на эти платежные системы, они не смогут обналичить эти деньги. Планируется ли у нас что-нибудь, чтобы можно было обналичивать призм? Смотрите, сегодня у хозяева существующей финансовой банковской системы, видя конкурента криптовалюты, которые сегодня начинают пользоваться огромной популярностью, и шагать по всему миру, они, конечно, пытаются затянуть этот узел, ставить максимально препоны для того, чтобы вот эта инфраструктура под новые финансовые инструменты на получение выстраивалась. Но, тем не менее, мы ведем работу, и к биржам, к обменникам новые инструменты по пополнению к фиат, они будут добавляться. Но вы должны понимать, что сегодня вывод фиат, ввод фиат от призма, это такое появляет существующее слабое место пока еще. Пока мы не создали инфраструктуру, чтобы можно было пользоваться призмом, как полноценным платежным средством, не выводя призм в фиат, рассчитываться за товары, за услуги призмом. Но, поверьте, акцент нужно делать именно создание инфраструктуры, чтобы можно было рассчитываться призмом, а не подключение вот этих платежных систем, которые способствуют выводу фиат. Но, тем не менее, эту работу мы проводим. То есть, биржи, которые сейчас подключаются, они тоже ведут работу, мы вчера разговаривали с хозяином 4 биржи, он тоже ведет работу в этом направлении по подключению различных инструментов по выводу фиата. Плюс, сейчас в ряде стран ведется работа по принятию законопроектов оборотик. То есть, говорю, что эти биржи становились полноценным законным средством, законным инструментом, в том числе и с официальными счетами банковскими и возможности пополнения фиат, пополнения визой. То есть, карточки планируются? У меня в структуре есть люди, которые хотят еще открыть один обменник, типа Криптобеста или Элька. И есть люди, которые хотят открыть сторонние обменники. И они попросили меня, чтобы я взяла у вас либо контакты, чтобы вы с ними связались. Это не просто люди, это профессионалы своего дела. По открытию обменных пунктов, это вот вы задаете вопрос Юрию Майорову уже об условиях. Скажу лишь одно, что те лидеры, которые хотят открывать собственные обменные пункты, они должны понимать, что это большой труд, большая ответственность. Должны быть и большие структуры, и должны быть и программисты, и маркетологи. Для того, чтобы выдержать эту динамику создания новых единиц в среднем по структуре, необходимо трудиться и быть сильной командой. Если они не справятся, это большая ответственность, за ними большое количество людей, которые могут вызывать больше никаких. Поэтому здесь необходимо понимание того, что это действительно сильная профессиональная команда. Ну, в принципе, у меня вопросы только по магазину остались. Я знаю, что в Москве у нас есть магазин. И если бы вы помогли нам создать какую-то команду, человек 10, например, свозить в этот магазин. Ну, это уже с организацией Сергеем, а уже там вы пообщаетесь. Таким образом можно было бы вот такое мероприятие в вашей структуре провести. Ну, это с нами поговорите тогда. С Сергеем уже. Хорошо, все, на этом у меня все. Спасибо большое. Мне обогнали большие, пословные церковные машины. И в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. Я имею вовременную машину. Я буду вас. Кроме, я не проживу. Что сделать, чтобы все эти торговые церковные потоки специи? У меня вызвали на кладшину. Приоткрою вам один из алгоритмов работы, они сейчас разрабатывают и софт, и алгоритмы работы, но в принципе это выглядит следующим образом. Регистрируется компания, эта компания может быть биржа, может быть обменник лицензированный, который заключает договора с сетью, магазин, допустим, пятерочка, сетью, допустим, туристических фирм по горящей путевке и другими производителями товаров и услуг. То есть агентские договора, в рамках которых данная компания оптом закупает у них товары и услуги, а скидкой, допустим, 20-30% и проплачивает аванс. И дальше раздает подарочные сертификаты своим участникам комьюнити. Эти подарочные сертификаты могут быть на бумаге, могут быть на пластике, могут быть на блокчейне. У нас на блокчейне называются они призм. И участники комьюнити этой компании с этими подарочными сертификатами идут в эти компании и по ним получают товары и услуги. Дальше эти подарочные сертификаты, призы возвращают вот этой компании, а она оплачивает дальше в рамках агентских договоров соответствующую сумму. То есть вот эта вся схема работы, она легальна сегодня в рамках действующего законодательства Гражданского кодекса и Налогового кодекса до принятия закона в обороте криптовалют. Потому что здесь в этих отношениях входят фиатные деньги, а для простых людей они фактически рассчитываются призмами. Потому что пока нет закона в обороте криптовалют, кто называет криптовалюту, кто называет токен, кто называет криптотокен, мы называем в этой схеме подарочный сертификат на блокчейн. Почему на блокчейн? Потому что удобно в учете использовать это открытая система прозрачная, исключающая злоупотребление мошенничества. Поэтому вот этот вариант. Можете брать за 100 грамм, можете использовать свои варианты. Но такие инструменты будут появляться. И вы увидите, что в ближайшее время люди начнут все больше и больше использовать расчеты криптовалюту. Просто сегодняшние криптовалюты, биткоины, эфиры и все остальные будут топовы, они неудобны в качестве использования платежных средств. Очень долго идет подтверждение транзакции. Часами ты можешь ждать, пока у тебя там пройдет транзакция подтверждения. Не будешь представить в магазине, там у Акаса с буханкой хлеба или сидеть в такси, рассчитаться там несколько часов, как бы ждать этого подтверждения. Стоимость транзакции. В том же самом биткоине и эфире попробуйте рассчитаться там за чашку кофе в 1 доллар или за буханку хлеба в полдолара. Сколько вы заплатите комиссию? Неудобно. Сегодня эти криптовалюты, они больше используются как спекулятивный инструмент. Их минусы несовершенства в том, что они непосредственно на профу ворке, вот этот перебор хешевого мусора, они делают пустую работу, сжигают электроэнергию, вот эти вот майнинговые мощности. Они создают вот эту высокую себестоимость. То, что по сути является пустой работой и не нужно для обеспечения работоспособности самого блокчейна. В призме все реализовано гораздо элегантнее и не требуется вот эта вот вся пустая работа, вот этот майнинг, это позволяет призму иметь такую низкую себестоимость и использовать его непосредственно как платежное средство. Поэтому этот инфраструктург будет создаваться, будет развиваться каждый из масс, сегодня выполняя какую-то работу или создавая какой-то продукт, может его уже предлагать в реализации за призму. Это рекламировать в соцсетях, и это будет все волной нарастать, нарастать, все больше участников, все большее количество стран. И вы сами увидите, насколько завтра уже будет выбор у вас, большой товаров и услуг для покупки за призму. Все-таки начинается. Еще вопросы? Мы бы хотели использовать призму как народную криптовалюту в коммуникации банка СССР со всеми структурами РФ, чтобы действительно работало именно на государство, именно в первую очередь на граждан СССР, на наш народ, а потом на всю землю. Я вас услышал. Смотрите, призму это полностью децентрализованный инструмент. И здесь абсолютно равные возможности для всех участников. И у меня абсолютно такие же инструменты, и кошелек, и возможность поднять иноды, как и у Юры Майору, так и у вас, и у тех людей, которые придут в призму завтра. То есть здесь не нужно у кого-то спрашиваться какого-то согласия на что-то. Видите инструмент, видите возможность его применения и реализации, используйте. Поэтому даже какой-то там негатив, в адрес каких-то лидеров, я вас понимаю следующим образом. Хотел бы обратиться ко всем участникам. Критикуешь – предлагай. Предлагаешь – бери ответственность и делай. Поэтому поменьше критикуйте друг друга. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Если видите, что-то не так, используйте и показывайте всем правильный путь развития. Что касается вашего проекта, задач у команды разработчиков, у программистов, там, блин, на несколько лет вперед. Точно мы не будем где-то чего-то как бы нравиться, там вот по уши. Мы уже себе столько всего набрали и запланировали. Точно не сможем сейчас отвлекаться на какие-то вспомогательные вещи. Поэтому подбирайте программистов, подбирайте команду маркетологов для развития. Выстраивайте вот эти все инструменты развития. Не нужно нас спрашивать разрешение на это. Но, хотелось бы всем сказать, что, друзья, еще повторяю, для строительства будущего нужны инструменты из этого будущего. Ну, смотрите, вы в прошлое. Смотрите вперед. Туда. Туда. Создавайте новые инструменты, новые схемы работы в основном обществе. Да, неплохое время было в Советском Союзе, но можно построить сегодня совершенно другой мир. Вообще без границ, без барьеров, без войн, без революций, без команды. Заниматься творческой реализацией. Обеспечить всех людей, живущих на земле. Махат Маганди сказал, мир слишком большой, чтобы удовлетворить потребности всех людей, живущих на земле. Но он слишком мал, чтобы удовлетворить человеческую жадность. Поэтому давайте выстроим правильную экономику, выстроим мировую финансовую систему. И поверьте, каждый человек будет заниматься два часа в день общественным трудом. Все остальное время посвящать творческой реализации. Я вам расскажу такую историю. Кому-то я рассказывал, кому-то нет. Когда я первый раз приехал в Индию, еду на машине и вижу огромное количество людей, которые живут в коробках вдоль дороги. Целый квартал. И где-то стройка начинается, дом строится. И сразу папа пошел на стройку, на работу. Мама где-то служанкой стирает, убирает у каких-то богатых людей. А ребенок вылез, правда, все дети чистенькие, все в школу пошли. Все, даже за эту ущобу, там она из кирпичей выстроена, где-то там шифером накрытой или вообще картонной. Вылез и пошел в школу. Вот что удивляло. Но тем не менее, когда приезжаешь мимо, едешь и думаешь. Пугает даже не то, в каких условиях они живут, потому что, в принципе, там никто не голодает, еда очень дешевая. И, в принципе, и от холода никто не брает, потому что там тепло. Но тем не менее, пугает другое. Отношение этих людей к своей жизни. Их этих людей называют маленькие люди, маленький человек. И пугает то, что они сами себя так воспринимают, как маленький человек, как кошечка, как собачка. Он с этим смирился. Его все устраивает. Ты едешь и думаешь, вот им не повезло, а тебе повезло, ты полноценный человек, у тебя там нормальное жилье, дети в школу уходят хорошие, медицинское обслуживание. Ну, все совершенно по-другому. Вот ты человек, а вот ему, блин, не повезло, и вот он в таких условиях. На самом деле, не совсем так. Мы точно такие же маленькие люди по отношению к тем финансовым элитам, которые находятся на верху. Точно такие же. Вот они смотрят сверху вниз на нас и думают вот то же самое, проезжая на своих лимузинах, например, что вот они, маленькие люди, которые ничего в своей жизни не делают для того, чтобы изменить и свою жизнь, и жизнь своих детей, и внуков. Чтобы они жили по-другому. Страшно это. У меня все хорошо в жизни. У меня любимая жена, дети, все. Я бы мог бы сесть спокойно и успокоиться, но я вижу огромное количество вот этого вот, ну, несправедливости. Вот, огромное количество людей, которые находятся в тяжелых условиях, которые 99% своего времени занимаются той работой, которая им даже не нужна, ну, нелюбимым делом. Выживать. Выживать, конечно. Я знаю, что можно построить совершенно другое общество. Можно. У нас все для этого есть. И ресурсы, и технологии просто необходимо произвести вот эту реализацию, эту перестройку и дать людям по-настоящему честные и прозрачные инструменты. Поэтому призм, который мы сделали, мы не регистрируем ни товарный знак на него, никакие права на него заявляем. Мы даем абсолютно равные возможности всех и дарим этот инструмент людям для того, чтобы они получили эту финансовую и экономическую свободу. Все. Спасибо. Как призм можно использовать по площадке перевода? Вы знаете, вот сейчас этот вопрос выглядит, как у вас очень талантливый ребенок родился, вот ему год, и как бы, ну, мы видим, что способность с него он очень диагнает. А может, он вот сейчас у вас булки печь? Пока булки печь не может. Но, поверьте, с развитием нашего сообщества во всех странах, во всех странах, когда будет большое количество людей, когда будет большой оборот призма, можно будет любые суммы вводить, вводить между страны, вообще границ не будет с минимальной комиссией. Сегодня комиссия призм полпроцента от любых сумм. А если сумма комиссии достигает 10 призм, то есть, вы говорите, сегодня 10 до, она фиксирована абсолютно даже для самых крупных сумм, там, 10 миллионов призмов. То есть, это сегодня самая низкая комиссия вообще из существующих, там, децентрализованных финансовых инструментов, которые даже себя позиционируют как децентрализованные, хотя, по сути, таковыми не являются. Об этом мы говорили вчера, что все криптовалюты, в том числе биткоин, которые себя позиционируют как децентрализованные, это иллюзия децентрализации. Что это заявляет, они либо не понимают даже основ блокчейна, либо нарочно вводят людей в заблуждение, потому что все криптовалюты, в том числе биткоин, по мере своего развития центрируются и не являются децентрализованными инструментами. Призм сегодня единственный децентрализованный финансовый инструмент. Вы знаете, у меня в Индии огромное количество моих сторонников и лидеров движения CW Team много людей, которые разделяют. Я и принес им туда эту идеологию еще в 2011 году, в 2012 году, там миллионы участников. Но идеологию даже писал максимально просто, саму книгу, это практически курс лекций. Максимально простым языком то, о чем мы говорили на всех конференциях, начиная с 2011 года, для того, чтобы максимально просто донести до людей даже с уровнем образования ниже среднего. Но, что касается призма, с 2011 года они настолько подготовили, особенно лидеры, это, прежде всего, сетевые лидеры, что они сейчас запускают свои проекты, вот эти, как бы, ну, «равнокойные», я их называю, как бы, которые ничего из себя не представляют, которые, по сути, являются форками либо биткоина, либо декорина, и они зарабатывают. Вроде бы, как идеологию поняли и простые, но вот свои сети, вот, сетевые лидеры, которые выстраивали, там, с 14 лет, они вот никому не ныд, и у них вот этот бизнес идет. Но эта волна, она пройдет, вот эта волна хайпов, как вот в свое время прошла вот эта вот волна финансовых пирамид. Все, уже они такую популярность имеют, уже вот сейчас вот бренд вот этот вот криптовалюты, под прикрытием вот этой, видимо, там, децентрализации, якобы, людям впаривают, по сути, те же самые вот эти пирамиды. Но уже многие люди перестраиваются. Они говорят, «Алексей, мы устали. На этом рынке, вот в Индии, там сотни криптовалют, и там каждый день создаются новые токены». Они говорят, «Ты понимаешь, там нет ни одного постороннего человека». Все хозяева вот этих, ну, крипто-токенов, это все лидеры, которые ты взрастил, воспитал еще в 2011-2012 году. Они поняли о том, что деньги делаются из воздуха, они в совершенстве владеют идеологией, все добути. И они сегодня вот создают вот это, ну, они пока еще сами, вот им деньги в глазах, ну, у них там все хорошо. И они не разобрались именно в механике, во слово блокчейн. Когда они разберутся, когда они начнут понимать, ну, ценность вот этого инструмента, и что, ну, криптовалюта, криптовалюта кардинальным образом учается, все пойдет совершенно по-другому. Уже начали многие перестраиваться, уже начали люди простые из-под них переходить и сами интересоваться призмом, пользоваться. Этот процесс идет. Уже запущен обменный пункт. Обменник в Индии. Приезжали крупные сетевые лидеры, которые говорят, «Алексей, мы перестраиваемся». И вот увидишь, увидишь, все вправо. Пусть не спеша, пусть не это, но мы начнем и не только Индия, но и вся Азия будет в призме. Так что все-таки начинается. Здесь главное не торопиться. И все едет, дальше будет. В Армении. Очень мало народу пользуется криптовалюта. Катерема, это теперь ваша задача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова